Приветствую вас в очередном видео цикла уроков по изучению микрофреймворка SLIM. На прошлом уроке мы с вами познакомились с их данным фреймворком, научились выполнять установку, поговорили о принципе его работы и настроили перенаправление адресов для формирования красивых ЧПУ. В данном видео мы с вами поговорим о настройках как стандартных, так и собственных, пользовательских, а также изучим режимы работы микрофреймворка. Итак, давайте приступать. Теперь переходим по ссылочке UserGuide на страничку официальной документации по микрофреймворку SLIM, далее раздел Configuration под раздел Overview. Здесь нам сообщают, что настройки для микрофреймворка SLIM мы можем определить двумя способами. Первый способ. Во время создания объекта главного класса SLIM. Действительно, если мы откроем исходники микрофреймворка SLIM, то есть папочка Vendor, SLIM, SLIM опять же SLIM, дальше файл SLIM.PHP, в котором определен главный класс SLIM, здесь мы увидим метод конструктор, который выполняется в момент создания объекта класса. При вызове данного метода мы можем передать один необязательный параметр – массив настроек, параметр UserSettings. В данном массиве мы можем использовать как стандартные настройки ранее, определенные разработчиками данного фреймворка, так и собственные. То есть мы сами можем создавать настройки и передавать их в конструктор данного класса. Соответственно, создавать те настройки, которые нужны по логике работы нашего будущего веб-приложения. То есть, если мы перейдем в файл index.php, где у нас определяется объект АПП, объект главного класса SLIM, и, соответственно, во время создания данного объекта мы можем передать в конструктор класса SLIM на массив настроек. В этом массиве каждая ячейка – это отдельная настройка. Ключ ячейки – это имя настроечки, к примеру, хост, сервер базы данных, с которым мы будем работать, и значение данной ячейки – это значение данной настройки, localhost. Далее, следующая настройка – user, пользователь, который работает с той или иной базой данных, user. Дальше, следующая настройка – пароль, pass. Опять же, здесь некое значение для данного пароля. И, к примеру, последняя настройка – db – имя базы данных, с которой мы работаем. Здесь у нас db name. Вот таким вот образом, создавая объект главного класса SLIM, я определил 4 настройки. Это был первый способ определения настроек. Второй способ определения настроек – это определение настроек после создания главного объекта класса SLIM. Соответственно, вот мы создали объект. Здесь выполняем некий код, который необходим по функционалу нашего будущего веб-приложения. И нам необходимо определить ту или иную настройку. Мы обращаемся к объекту класса SLIM и обращаемся к методу config. Данный метод определен в классе SLIM. Вот, собственно, данный метод. И при его вызове мы должны передать первый обязательный параметр – это имя настройки, с которой мы работаем. Соответственно, если мы передаем только имя настройки, вот в таком вот виде, то в этом случае метод config вернет ее значение, и мы можем ее считать. То есть, к примеру, вот так вот. db равно. В этом случае метод config вернет значение настройки db, и оно запишется в переменную db. Либо мы можем написать вот так вот, echo. Если же мы передаем второй параметр, какое-то значение, new name, то данное значение будет записано в переменную, в настройку db. То есть, вот этот второй параметр – это значение для настройки, имя которой указывается в качестве первого параметра. Более того, мы можем передавать настройки в виде массива в метод config. И данный массив передается в качестве первого параметра, вот таким вот образом. В этом массиве, опять же, каждая ячейка – это определенная настройка. Ключ – это имя настройки, опять же, db. Значение – это новое значение данной настройки, если мы ее определяем. Вот так вот. New name. Либо же здесь мы можем создать дополнительную настройку. К примеру, какая-нибудь дополнительная настройка img-white. Ширина изображений. И здесь мы указываем 100 пикселей. Что-нибудь вот такое. То есть, это второй способ определения настроек. После создания объекта главного класса Slim мы вызываем метод config, который может либо изменить значение существующих ранее определенных настроек, либо задать, создать некую новую настроечку. Либо же данный метод может считать значение тех или иных настроек. Каким образом? Смотрите, вот мы с вами определили некие настроечки. Давайте сделаем вот что. Здесь я закомментирую данный код. И, соответственно, используя echo, я сделаю вот что. Config. И обращаемся к настройке db. То есть, я хочу отобразить на экране значение настройки db. Вот таким вот образом. Хотя, пример несколько не совсем корректен. Потому как я работаю с вот этим вот роутером. А вывожу на экран здесь значение настроечки. Я сделаю вот что. Echo Pre. Чтобы немножечко отделить эхо Pre. Вот таким вот образом попытаюсь отделить вот так вот строку значения настройки от той строчки, которая отображается в функции Callback. Функции, которая отрабатывает для конкретного роутера. Вот таким вот образом мы видим значение данной настройки. Смотрите, я раз комментирую данную строчку. Вот так вот. И здесь, обратите внимание, я переопределяю настроечку. То есть, вначале я определяю настройку db в конструкторе класса Slim, передавая массив конструктору класса Slim. Вот ее значение. Дальше я вызываю метод config. И для данной настройки указываю новое значение. И давайте посмотрим, что мы видим в этом случае. В этом случае, опять же, я вижу новое значение. То есть, имейте в виду, что если вы определяете настройки в конструкторе, дальше по ходу кода вы можете их легко переопределить. То есть, это не константы, это настройки. Это то, что касалось вот таких вот пользовательских настроек. Но, помимо пользовательских настроек, в микрофреймворке Slim определены определенные стандартные настройки. Полный список которых можно увидеть на страничке документации Settings. Итак, первая настройка это настройка Mod. Режим работы микрофреймворка Slim. И, соответственно, данная настройка это обычная текстовая строка. К примеру, Development. Соответственно, Development это значение по умолчанию для данной настройки. И, хотел бы сказать следующее, что режимы работы никоим образом не ограничивают и не расширяют стандартный функционал микрофреймворка Slim. Это некий переключатель, который позволяет привязать определенную группу настроек к тому или иному режиму. К примеру, в режиме Development вы используете вот такой вот набор настроек по работе с базой данных. В режиме Production вы можете использовать совсем другой набор настроек по работе с базой данных. И, соответственно, описав настройки, которые привязаны к тем или иным режимам, вы можете при разработке вашего веб-приложения переключаться между теми или иными режимами. Но, хотел бы заметить, что настроечку мод вы можете определить только во время создания объекта главного класса Slim. Соответственно, использовать метод Config для данной настройки уже не получится. В главном классе Slim описан метод GetDefaultSettings. В этом методе, обратите внимание, возвращается массив стандартных настроек. Эти настройки, собственно, описаны на страничке Settings документации. И, соответственно, здесь указаны значения, которые привязаны к данным настройкам по умолчанию. Соответственно, для настройки Mode, Development – это значение по умолчанию, как я и говорил. Но вы здесь можете указать свою любую текстовую строку. Test, Production, Render и так далее. То есть, здесь вас никто не ограничивает. Далее, следующая настройка – это настройка Debug. Режим отладки. По умолчанию данный режим включен. В этом случае, при возникновении тех или иных ошибок, Slim использует свой собственный класс ErrorException для перехвата и отображения на экран сообщений о ошибках. То есть, вот такой вот режим отладки. Если включен данный режим, на экран отображается полная информация по той или иной ошибке. К примеру, вот у нас роутер. Смотрите. Очень часто в роутере необходимо использовать объект АПП. Каким образом мы можем получить вот этот вот объект, объект главного класса Slim непосредственно в роутере? Вот здесь вот. Ведь мы здесь определяем функцию, и в данной функции у нас нет доступа к данному объекту. Здесь мы можем сделать следующее. Мы можем написать АПП. И, соответственно, здесь мы можем вот так вот обратиться к классу Slim и вызвать его метод GetInstance. Данный метод вернет нам ранее созданный объект данного класса. Метод GetInstance. И смотрите, для чего я это все веду. Вот у нас есть наш объект АПП. К примеру, я могу вызвать метод Hold, о котором мы с вами еще будем говорить. Данный метод в качестве первого параметра принимает код ошибки. Мы сейчас ничего не будем передавать при вызове данного метода. Собственно, обновим информацию по нашему приложению и видим вот такое вот сообщение о ошибке. Обратите внимание, здесь у нас есть вот такой вот заголовочек, детали нашей ошибочки. Дальше идет полный трейс по тому, как у нас идет вызов методов, соответственно, в нашем приложении и так далее. То есть, у нас есть как бы полное сообщение, полная информация о возникшей ошибке. Но если я вот здесь вот в настройке Debug укажу значение False, соответственно, обновив информацию, я увижу вот такую вот вещь. То есть, как видите, уже у нас вводится достаточно скудная информация о том, что была некая ошибка на сайте. Вот таким вот образом. То есть, на этапе разработки я рекомендую включать режим Debug, то есть, режим отладки веб-приложения. Да, и так как мы с вами затронули тему видимости нашего объекта АПП непосредственно в функциях обработчиках роутеров, то, собственно, смотрите, вы можете обратиться к объекту АПП вот таким вот образом. Вы можете, используя метод GetInstance, получить ссылочку на ранее созданный объект главного класса Slim. То есть, вот здесь вы его создали и, используя метод GetInstance, вы здесь же его и получите. Метод GetInstance вернет вам ссылочку на данный объект. Вот, также вы можете использовать делегирование. То есть, смотрите, вот мы объявляем функцию, некую функцию обработчик, да, опять же, неважно, какую функцию. И, собственно, мы можем использовать ключевое слово Use, благодаря которому мы можем получить доступ к данному объекту. Вот таким вот образом Use и указываем АПП. В этом случае мы, опять же, в нашей функции получим доступ к объекту главного класса Slim. Вот таким вот образом. Обновляем информацию. Так, неверно указал WarDump. Имя функции WarDump. Вот таким вот образом. И вот мы видим, действительно, что в функции обработчики мы получили доступ к объекту главного класса Slim, который создавался вот здесь вот ранее. Вот таким вот образом. Так, но вернемся к настройкам. Следующая настройка. Так, обновляем информацию. Следующая настройка, которую мы с вами рассмотрим, это настройки, связанные с логами, мы с вами пока что пропускаем. Это настройка Templates Pad. Данная настройка позволяет вам указать путь к шаблонам, которые будут использоваться для отображения той или иной информации на экран. Далее, по ходу данного цикла уроков, мы будем изучать, собственно, как отображать информацию, используя встроенный, как бы, мини-шаблонизатор микрофреймворка Slim. И, соответственно, для работы данного шаблонизатора мы будем создавать свои собственные шаблоны. Так вот, шаблоны необходимо хранить в определенном каталоге. И путь к данному каталогу мы указываем в переменной, в настройке Templates Pad. Соответственно, здесь мы указываем имя той или иной папочки. К примеру, здесь мы можем указать Templates. Вот таким вот образом. Соответственно, теперь шаблонизатор, вернее, шаблонизатор микрофреймворка Slim будет искать шаблоны в папочке Templates. И данную папочку мы создаем непосредственно вот здесь, вот в корне нашего будущего скрипта. Вот, собственно, данная папочка и вот путь к данной папке мы здесь и указали. Далее, следующая настройка, настройка View. Используя данную настройку, мы можем передать объект собственного пользовательского вида. Но, опять же, по этому поводу мы с вами еще поговорим. Соответственно, сейчас, если мы не указываем здесь данную настройку, то используется вид по умолчанию. Вот данный вид, вы его можете найти в исходниках микрофреймворка Slim, то есть Vendor, Slim, Slim, опять же, Slim. И вот файл View.php, где определен главный вид данного микрофреймворка, который работает с шаблонами, который занимается отображением информации на экран. Но, опять же, об этом мы с вами еще будем отдельно говорить, когда будем отображать некую информацию на экране. Поэтому, пока что данную настройку не затрагиваем. Но вы должны знать, что данная настройка позволяет передать объект собственного пользовательского вида. Следующая настройка Cookies Encrypt, то есть включение режима шифрования значений, которые записываются в файлы Cookies. Соответственно, если мы передаем значение True данной настройки, то режим шифрования включен. Далее, следующая настройка Cookies Lifetime. Время жизни файлов Cookies. Время жизни мы передаем в виде числа, количество секунд, прошедших из эпохи Unix, то есть 1 января 1970 года. Либо данное время мы можем передать в виде строки на английском языке. К примеру, вот так вот. 20 минут. То есть, и данная строка должна представлять собой строку времени на английском языке, которая может быть преобразована в текущую метку времени стандартной функцией PHP STR to Time. Дальше, Cookies Pad. Данная настройка устанавливает под множество страниц, для которых действительны значения файлов Cookies. Здесь мы укажем корневой каталог. Вот таким вот образом. Вот и все. Дальше, следующая настройка Cookies Domain. Cookies Domain. Соответственно, опять же, укажем здесь данную настройку. В данной настройке мы устанавливаем для каких доминов действительно значение сохраняемых файлов Cookies. То есть, здесь мы уже указываем наш текущий домин. Вот таким вот образом. Далее, следующая настройка Cookies Secure. Соответственно, данная настройка по умолчанию равна значению false. И если мы включаем данный параметр, то есть, передаем значение true, то информация Cookies пересылается только через протокол HTTPS. То есть, протокол HTTPS с использованием SSL сертификата. В нашем случае здесь false. Поэтому, никакой сертификат нам не нужен. Далее, следующая настройка Cookies HTTP Only. Если данной настройке передать значение true, истинно, то cookies будут доступны для различных клиентских языков веб-программирования. То есть, к примеру, для JavaScript. Но, в принципе, здесь уже вам решать, как поступать. Я указываю значение true, то есть, используя JavaScript, мы сможем прочитать куки, которые были созданы при помощи микрофреймворка Slim. Далее, следующая настройка Cookies Secret Key. Данная настройка используется для указания ключа, который будет использоваться при шифровании. Для работы шифрования необходимо расширение mkript, то есть, непосредственно расширение mkript используется для шифрования значений, сохраняемых в cookie файлов. И для работы данного расширения необходим специальный ключ. Опять же, сейчас я не буду углубляться в тему шифрования. Если интересно, то у нас на сайте webmyself есть отдельный урок по шифрованию данных на языке PHP. Собственно, его название «Шифрование данных на PHP». И здесь я подробно рассказываю о том, как выполняется шифрование, используя расширение mkript. Соответственно, для шифрования необходим специальный ключ, который мы указываем в настройке Cookies Secret Key. Дальше, для шифрования необходим шифр, который мы указываем в настройке Cookies Cypher. Вот так вот. И, соответственно, для шифрования необходим также режим Cookies Cypher Mode. Соответственно, здесь мы указываем режим работы того или иного шифра. То есть, вот таким вот образом мод. Вот, собственно, мы с вами и рассмотрели стандартные настройки микрофреймворка Slim. Соответственно, каждую из этих настройок мы можем переопределить, конечно, за исключением настройки мод, используя метод config. То есть, опять же, мы, к примеру, можем взять настройку Template Pad. Вот таким вот образом. И определить ее как Template S2. Соответственно, опять же, для того, чтобы считать значение данной настройки, мы вызываем метод config, передаем в качестве первого параметра имя данной настройки. Вот таким вот образом мы с вами считаем... Так, единственное, у меня здесь ошибочка. Скорее всего, я где-то что-то забыл указать. Да, конечно, вот запятая, которую я пропустил. Обновляем информацию. И вот мы видим Template S2. Единственное, если мы работаем с настройщиком Template S2, мы можем использовать специальный метод вида для переопределения данной настройки. Но об этом сейчас я вам не буду рассказывать, потому как с видом мы с вами еще не знакомы. И об этом мы поговорим уже тогда, когда будем вводить информацию, используя шаблоны. Теперь, что касается настроек, которые привязываются к определенным режимам. Итак, у нас выбран режим. Теперь вот здесь мы можем после создания объекта главного класса Slim, мы можем определить те настройки, которые будут привязаны к конкретным режимам. Итак, обращаемся к объекту app и вызываем метод configureMod. Вот таким вот образом. Соответственно, при вызове данного метода в качестве первого параметра мы передаем имя режима, к которому привязываем соответствующие настройки. Вот так вот. Я указал, что сейчас я работаю с данным режимом. Теперь в качестве второго параметра мы вызываем функцию обработчик. То есть, смотрите, по какому принципу работает метод configureMod. Данный метод работает как бы по принципу плагина. То есть, здесь мы указываем некий режим. И как только в настройке мод будет указан данный режим, будет выполнена вот эта вот функция. Соответственно, мы можем повторно вызвать метод configureMod. И здесь уже указать другой режим. К примеру, режим test. Соответственно, опять же, как только в настройке мод будет указан режим test, будет выполнена вот эта вот функция. И здесь мы можем описать определенный код, который будет выполняться для конкретного режима. Я говорил, что мы можем привязать определенные наборы настроек. Поэтому, смотрите, что мы можем сделать. Здесь я указываю use.app. Точно так же и здесь. И вызывая метод config, вот таким вот образом, я могу переопределить те или иные настройки. К примеру, для режима development я включаю debug. И, к примеру, я могу сделать еще что-нибудь. К примеру, настроечку template path. Вернее, для данной настройки я укажу значение template. Но для режима test, вот здесь вот, я режим debug выключаю, а настройки template.test.pad указываю значение temple. Вот таким вот образом. И, соответственно, смотрите, более того, мы можем здесь еще выполнить какие-то определенные действия. Мы можем подготовить здесь некие значения переменных и так далее. То есть, мы можем даже выполнять некие преобразования. То есть, здесь выполняется полноценная функция, которая может выполнить абсолютно любые действия. Но в нашем случае мы привязываем конкретные настройки к конкретному режиму. Соответственно, данный config я вот так вот закомментирую. Теперь мы будем отслеживать настройку template.test.pad. То есть, используя метод config, я отображаю на экран при помощи функции echo значение настройки template.test.pad. Сейчас при создании объекта класса slim у меня значение данной настройки, к примеру, равно вот так вот t. либо я вообще его могу закомментировать, чтобы было более понятно. То есть, да, изначально данная настройка равна настройке по умолчанию. Данная настройка определяется в методе getDefaultSettings и вот здесь вот. Вот так вот, да, настройка по умолчанию. При этом мы указываем режим работы приложения development. А значит, в методе configureMode выполнится вот эта вот анонимная функция. Давайте это проверим. Переходим в браузер, обновляем информацию и мы видим на экране значение templates, то есть, значение, которое соответствует режиму development. Теперь я меняю режим работы на test, сохраняем изменения, переходим в браузер, обновляем информацию. Я вижу значение настройки template.test.pad равно строке temple. То есть, теперь у меня уже выполнилась вот эта вот функция. Соответственно, в этом случае debug, если я отслежу значение debug, настройки debug, то я увижу, что и настройка debug также равна значению false. Но единственное, здесь лучше написать вот так вот. var dump. var dump нам покажет, что действительно значение настройки debug равно значению false. Вот мы видим, действительно false. то есть, вот таким вот образом я к определенному режиму привязал определенные настройки. Но повторюсь, что к режимам вы можете привязывать не только настройки, но и можете привязывать определенный код, определенный функционал, который будет выполняться. Но опять же, как видите, режим не дополняет и не ограничивает функционал фреймворка Slim. Вы сами его формируете, вы сами задаете то, как будет вести себя ваше приложение в том или ином режиме. Вот таким вот образом собственно выполняют настройку различных режимов. На этом данный урок я буду завершать. Опять же, собственно, напомню, что на страничке settings документации приведен полный списочек стандартных настроек. Помимо стандартных настроек вы можете создавать свои собственные. Опять же, к собственным настройкам вы можете получать доступ, используя стандартный метод config. Опять же, здесь я укажу user и таким образом получу значение настройки user. То есть, один раз вы определяете определенные настройки, затем вы можете где-то получить объект вашего Slim-приложения, объект главного класса Slim, обратиться к методу config и обратиться, получить значение настроек. Но об этом мы еще поговорим непосредственно в практической части, когда будем создавать свой собственный сайт. На этом данный урок завершен. Всего вам доброго!